Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в ветке. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку! Добрый день! Будьте готовы! Будьте готовы! Всегда готовы, соответственно, да. Ну вот, знаете, для меня тоже большое значение имеет эта дата, 19 мая. Меня принимали в пионеры, не исключали, кстати, из пионеров. И вообще праздник-то такой, знаете, вот у него есть отправная точка, 1922 год, да, Витя? А официально он ведь не отменялся. То есть вот как-то с прекращением существования Советского Союза вот все это закончилось, но никто конкретно не говорил, что день пионерии больше не празднуем. Ну, если вы считаете себя в душе пионером, если у вас еще сохранился пионерский галстук, пионерский значок, мы вас, безусловно, поздравляем с Днем пионерии. И вот я сейчас сразу же хотел вывести в эфир опрос, который накануне был записан на театральной площади. К нам ходят заниматься на практику студенты филфака, студенты-журналисты Вятского госуниверситета. И вот один из них, Никита Шаклеев, накануне вышел на улицу и попросил людей старшего поколения высказать свое отношение к Дню пионерии. Вот давайте сейчас поймем, узнаем, интересуют ли еще жители нашего города вот этот День пионерии. Пожалуйста. Пионерским ребятам пример. В целом это было хорошее направление. Да, мне нравилось во всяком случае. И сейчас как бы я об этом вспоминаю с грустью. Нужно ли вот возрождение пионерии? Ну я думаю, что да, потому что дети не очень-то заняты. Все кружки у нас платные. Короче, хорошо было. Больше было плюсов, чем минусы, да? Да, я думаю, что да. Пионерская организация всегда существовала. Мне кажется, в школах было интереснее. Ну как-то активизируют детей, сплачивают детей, эта организация. Они добрее становятся, помогают мне лучше. А вы хотите, чтобы это движение возродилось? Конечно. А что, галстучек носить плохо, что ли? Вам там было интересно? Нормально, конечно. Плюсов однозначно больше было. И вот сейчас не хватает такого движения для молодежи? Ну, раз если в Китае есть, по-моему, они не дураки, да. Да, конечно. Чем по дворам шмонаться. В какой-то степени слишком много было того, что как обязаловка. Нужно было собираться там, куда-то идти. Иногда этого и не хотелось. Вот сейчас нужно это возрождение? Очень даже нужно. Очень нужно. Сейчас ведь молодежь совсем атрофировалась. Они не чувствуют, что вот есть Россия, есть Родина, есть что-то. Ну, вот так вот. Бабушки успели и молодежь поругать современную. И высказаться за то, что пионерию надо возрождать. И было с чего много хорошего. Ну, обязаловка, конечно, была. Куда же без нее ровным строем идти и чем-то заниматься. Ну, давайте сегодня посвятим истории. Все-таки, да, историю появления пионерской организации вообще в стране в целом, в нашем регионе в отдельности. Когда-то очень давно я прочитал у директора Госпеку и Елены Чудиновских историю о том, что колыбелью пионерства в нашем регионе был Налинск. Есть сведения об этом у вас, подтверждающие или опровергающие? Есть такая версия. Есть версия. Но тогда все начиналось сразу бурно и стихийно. Все равно была указка из Москвы. Все равно было принято на съезде комсомола. Но он заметил, что не совсем пионеры, хоть и первые, они были не совсем первыми. Пионеры с 1922 года, еще раньше, с 1919 года пытались социализировать, коммунизировать детей и создали молодежное движение под названием «Юные коммунисты», сокращенно «Юковцы». Но это была предтеча пионеров. Но вот «Юковцы» не название фонетическое, не прижилась ни концепция. Это в стране вообще, в принципе, в целом, да? В стране, да, «Юковцы» уже забытые вещи. И поэтому, в общем-то, взяли всю атрибутику у скаутов. То есть шорты, барабаны, горные, галсту и вместо зеленых красные основные условия. А движение скаутов — это начало XX века, да? Да, в 19-м даже было. А, конец 19-го, да? Где-то у нас, да, приобрело. И упор на какую-то выносливость, туризм, изучение чего-то там, спорт, единство. Ну и политизировали, конечно. Но началось все, естественно, в 1922 году. В сентябрю 1922 года пионерская организация «Вязкая губерния» насчитывала всего лишь 200 пионеров. То есть, я не знаю, Налинск ли там новый. Но началось, да. Тогда было, видимо, еще опасно выходить. Я думаю, что ни раз и не два и по Налинскому уезду, и по Слободскому, и по другим, Малмышскому, звучал эпохальный клич, который увечен в фильме «Республика шьет пионеры наших бьют» или «Пионеры бьют». То есть, противоборство такое было, да? То есть, были, я думаю, что стычки боевые, да, говорят еще. И, ну вот, началось потом, началось и началось. Я говорил, 200 пионеров, а на начало июня 1923 года уже пионерская организация «Губерния» насчитывала 1100 пионеров. А в июне 1924 года 3000 пионеров, а в 1929 году уже 20 тысяч пионеров. Вот тогда уже... Чем обусловлен такой быстрый рост, в общем-то, стремительный, активная такая пропаганда на местах, в школах? Вот задали этот импульс, эта лидеризация, вот он, видимо, и развивался, и уже годам 40-м, 50-м уже был охват пионерии 100%. Ну, мы к этому подойдем, но тогда это было все вновь, все было интересно. На пионеров смотрели Надю Овин в том же фильме «Республика Шит». Видно, что они идут, трубят и большие, и маленькие, под ногами путаются и все в галстуках. Кто-то агрессивно встречал, кто-то приветствовал, но, тем не менее, это было что-то новое. Молодежь новому всегда стремится, и поэтому в пионеры стремились. Но вначале, хоть и охват был масштабный, но попасть туда было непросто. Это в наше время, там уже было все по-другому. В наше время, в смысле, в последнее советское время. Ну, вот я пионер 60-х, и я потом уже этому времени, мы придем понемножку. А тогда в пионеры попасть было непросто. Какие условия ставились? Ну, вот, например, у нас в губернии была, в пионеротряде была введена программа испытаний по разрядам. То есть все пионеры делились на три категории. Видимо, типа дедовщины. Вот в армии были эти духи, там салаги, там всякие деды и прочее. А, то есть по времени, что ли, присутствия в пионерской организации? Да, по времени. Самое раннее вступление в пионеры новичок должен был сдать нормы на третий разряд пионеров. То есть он должен был хорошо знать и выполнять законы и обычаи юного пионера. Знать салют и девиз, уметь вязать морской узел, делать несколько гимнастических упражнений, знать песни варшавянка, баклажечка и ратошка. Вот, уже принято. Послушаем их сейчас, к сожалению. Для того, чтобы стать пионером второго разряда, это уже солиднее. Пионер должен произвести описание прогулки, уметь зажечь костер. Описание прогулки, что это такое? Ну, сходили пионеры с барабанами, с горными. А, и написать отчет. Написать, да, уметь. То есть связано, излагать мысли, видимо, уметь зажечь костер. Тоже логично сварить пищу на костре, правильно ориентироваться по компасу, знать и рассказать о мсомоле и даже знать о звуку морзе и уметь оказать первую помощь. Кто из нас, пионеров 60-х, знал азбуку морзовод? Ну, и дальше уже. Ну, такие отголоски скаутского движения, они очищаются, конечно. Пионеры, пионеры первого разряда, они обязаны были прожить две недели в лагере и должны научиться плавать, провести беседу. Ну, я не понимаю, провести беседу. Повести беседу, наверное, воспитательную. Иметь трудовые навыки, знать пионерские игры, историю пионерского движения, уметь рассказать о коммунистической партии, освоить минимум необходимый санитару. И вот я замечу, что тогда ребята с большим упорством стремились получить эти разряды. Слушайте, ну ведь это довольно серьезно. Это довольно такой обширный круг. Вот это мне нравится. Это было хорошо. Это был принцип соревновательности. Это как бы стимулировало принятие. Это вызывало зависть у тех, кто не поступил. То есть юный гражданин, он по ходу своей пионерской жизни сдавал на эти разряды? Да-да. Ну, наверное, через год, через полгода. Сначала на третий, потом на второй, потом на первый. У него была возможность. Ну, вот представляете, если, к примеру, тогда стремились и много было очень, говорили в комсомоле. Ну, комсомолы не союзная молодежь, то есть не пионерская молодежь. Вот, видимо, все-таки было что-то харизма, не харизма, но что-то красивое вот в этих маршах, пионерских костре, атрибутиках. Но действительно, вот я читал историю пионерской организации Вятской губернии, позже Ировской области. Вот при организации, например, пионерской дружины в сегодняшнем Вятскополянском районе создали группу и вывели впервые на пионерский эстер. То есть принцип был, то есть эстеры жигали по периметру небольшие звеньевые, а в середине потом, когда эти эстеры прогорали, то зажигали эстер уже центральный большой. Вот там все это было рассиво, то есть как бы сейчас сказали фаер-шоу. В это время в устах несоюзная молодежь пряталась, и они подождали, утухли звеньевые эстеры и набросились на пионеров, когда они разжигали большой эстер. И завязалась грандиозная драка, по разным сведениям, от 20 до 40 человек. Но пионеры себя отстояли, смогли отстоять. Маршем под барабанный бой они вернулись, несмотря на потери с достоинством, вернулись, видимо, в поселок, заявили в милицию. Ну, конечно, были разборки, но тем не менее, вот пионерам быть даже было и опасно. Это какой год? Начало это где-то 20-е, 20-е, середина. А как тогда выглядели пионеры? Какая атрибутика была уже? Ну, конечно, красный галстук был обязателен. Вот, поначалу он не завязывался, он скреплялся специальным таким, до войны, это практиковалось специально, был значок, который вместо узла, это был такой, в принципе, у скаутов такое было. Ну, обязательно горн-барабан, ну, шорты от скаутов перешли, ну, может, там белые рубашки и ритуалы, там, конечно, салют, приветствие, будь готов, всегда готов. Клятва пионера, вот, в тетради была на последней странице, это почти что присяга армейс, это присяга лайт, где не было слов, что если же я нарушу эту торжественную присягу, пусть меня постигнет суровая ра советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Вот этих слов не было, остальное все любить. То есть клятва, она менялась на протяжении, да? Клятва Ленину, партии, государства. Она менялась? А вот это знаменитое перед лицом своих товарищей, торжествия. Она, по-моему, не менялась, она такая была. Но это-то, ладно, клятва клятвой, но вот это все быстро начало превращаться, если не фарство, в какое-то подобие фарса. Так, что вы имеете в виду? Вот шло десятилетия одно за другим, когда напманы там и прочее агрессивные противни и пионеров исчезли, когда пионерия хватило тотально все начальные классы и все, и вот стали спускаться циркуляры. Я выписал вот из обычаев пионеров, где, да, обычаи пионеров-то и называются, скорее всего, причем прошу учесть, что это не самодеятельность какой-нибудь там сельскоучилки. То есть официальная бумага сверху. Это официальная бумага сверху. Обычаи пионеров. Я не знаю, когда они стали, но, по-моему, это до войны уже было принято, и дошли они вот до 80-х годов. Внимание! Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу... Это я не придумал, это я дословно цитирую. Это бумага официальная. Да, то есть пионеры стелют постели своими, а не чужими руками. Тоже верно. Пионеры моются тщательно, не забывая мыть шею и уши, чистят зубы и помнят, что зубы друзья желудка. Вот я вот, честно говоря, это думаю... Ну, такое иносказание такое, но понятно, о чем идет речь. Без зубов, видимо. Пионеры точны и аккуратны. Ну, почти. Пионеры стоят и сидят прямо не горбец. Вот прямо захотелось за микрофоном распрямиться пионеру. Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям. Сегодня звучит это многогранно. Помощь, в первую очередь, тут имеется в виду, видимо. А тут услуги людям. Разрешите помочь. Пионеры не курят. Курящий пионер уже не пионер. А что, исключали? Нет? Не помню я такого, чтобы за курение. Пионеры не держат руи в романах. Держащий руи в романах не всегда готов. Вот это. То есть он, видимо, не может эту самую честь отдать. Пионеры охраняют полезных животных. Полезных еще и вредные. Пионеры, ну, это заключение обобщающее. Пионеры всегда помнят свои обычаи и законы. И вот я думаю, что вот это доставало, да, наверное, на каких-то линейках и чего-то или на приеме. Вот надо было наизусть вот это все зазубривать. А еще и исполнять. Вот да, я вспомню, нас в школе принуждали писать распорядок дня, вешать на стену и... Соблюдать, соответственно. Да, и докладывать, да, докладывать. А не нарушил ли? И в чем обязательно было иметь маленькое нарушение, чтобы покаяться? Ну, вот из такой боевой организации, боевой политизированной, военизированной скаутской организации, скажем так, послевоенному времени, пионерия превратилась уже больше в такую декоративно-политическую прослойку, охватившую фактически всех школьников с третьего по седьмой класс. Вот, не было инкуренции, принимали всех подряд, это было РСИИВА, да, это было, конечно, вот эти в школах на сценах пионерские хоры, и это в белых блузах. Вот, уже, видимо, шорты производились не путем обрезания штанов, а продавалась в магазине специальная пионерская форма с 60-м годом. Это был какой-то желтень и ремень с этим, с пламенем астра на бляхе. Это были такие типа пилоты, а то ли, испан, и назывались красного цвета, самые продвинутые были с Истыч-эй. Напоминали больше берет какой-то, да, вот они? Нет, это остроуглопилотка, без загибов. То есть, вот это, видимо, пришло из Испании, испан. Это все 50-е годы после военной войны, да? Это 60-е уже, тогда прием был массовый, мне вот не повезло. Но принимали-то октябрят, насколько мы помним, да, сначала октябрят, а потом... Стремились в эти пионеры, это, конечно, все, это ждали, это мечта была в третьем классе, вот, и мне не повезло, потому что меня принимали 20 апреля 67-го года, это в мой день рождения, а 20 апреля 67-го был похож на 20 апреля нынешнего года. То есть, был снег, метель и буран. А что не повезло? Вот поэтому кого-то принимали, там, 22-го, это все оттаяло, принимали... 22-го, день рождения Владимира Ильича, напомню, да. Да, вот где сегодня памятник, скажем так, моей бабушке, где раньше был Владимир Ильич Ленин, это напротив октября памятник, вот где сейчас медсестра, вот принимали там, принимали у свежевыстроенного вечного огня пионера, все, а нам просто в отовом зале... Вот там вот вечный огонь. Самое ужасное, что я потерял свой пионерс, и галсту надо было идти, улег конфет, традиция была в школу принести, чтобы всем день рождения раздать, и никого дома нету, телефонов мобильных нету, где галсту надо бежать на собрание, и в последний момент я обнаружил висящим его на дверце шифоньера, я, конечно, все перерыл, все, что мог, и вот я помчался. А тогда уже галсту и были двух видов, был такой старый, такой винтажный галсту, это был действительно ситцевый и обмётанный чем-то типа оверлока вот того времени, их было мало, они уже застираны, это и были, а в наше время были это и скользкие синтетические галсту, и вот завязывать его-то я не научился, я помню, пришёл, и с замиранием сердца я стоял на линей, держа на согнутой в локте ру, и этот галсту, когда уже большая сформировавшаяся пионер-вожатая по фамилии Ганичева, тогда она была Жировой, известный нынче юрист, вятки, вот она мне повязала галсту, я ей был до подмышки, в общем-то, ростом, наверное, она мне этот галсту повязала, вот тогда-то, наверное, уже была известная фраза, повяжешь галсту, береги его. Он же с нашим знаменем цвета одного, который Губерман, конечно, перефразировал в не менее известную частушку. Ну да, я знаю, да. Да, не стыдись, а пьяница носа своего, он же с нашим знаменем цвета одного, вот я не знаю, что сейчас популярнее, но вот понимаете, вот начиналось-то всё... Подождите, почему не научились, Евгений Альбертович, галстук-то почему не научились? Я не знаю, вот я и сейчас не умею галстуки завязывать, я всегда смотрю на фокус человека, который за 3-4 движения одевает галстук, и на себе он его тут же завязывает, превращая в какой-то узел. Я не научился завязывать и галстуки. Сохранили галстук у себя где-то там лежит? Ну, если не мой, то где-то дома был. Я даже хотел поискать, но подумал, что я повторил опять подвиг летней давности, что опять опоздаю на эфир, потому что буду искать галстук где-то дома. А вот сегодня Николай Голиков пришёл на эфир и сказал, я, говорит, сегодня свой галстук достал. Голиков вообще выдавал себя до определённого времени за сына пионера героя Лёни Голи. Ну, ладно, Голик, мы ещё не о пионерах героях подойдём. Да, надо будет отдельно поговорить на эту тему. Ну вот, начиналось всё хорошо, то есть вот этот барабанный адрёб, куда-то вводили в зал, куда-то там знамя вносили, ставили, или отличницы шли, вот рядом с этим знаменем, то есть эти ритуалы. Знамя дружины. Дружины, звёздочек, и там отряд боролся у нас, класс, боролся отряд за имя, чтобы им присвоили. И этот герой был Широнин такой родом из Ирса, ну типа мини-панфиловцы были тоже где-то там, и они подбили, и всё. Но это реальные были герои, вот Широнин был ещё жив там, по-моему, до 50-х годов, нам присвоили, конечно, имя. А то-то мне рассказывал, что пришёл этот в класс ветеран какой-то и герой, тогда ещё было много героев, что вроде классному руководителю что-то вроде боролись за присвоение дружины, присвоение моего имени, а что-то это дело заглохло, перестали бороться, ну-ка подстегните, чтобы снова начали бороться. Ну а человек уже в годах был такой, да, уже? Были звенья эти, вместо звёздочек, ну мало что изменилось, но вот у нас был тотальный приём пионера, и не приняли одного моего одноклассника. Почему? А потому что он негодяй, спёр у меня офицер с Олинейо перед этим, и у него дома были авторитарные родители, они его за этим делом отловили, заставили покаяться, а он дура пришёл и сознался, и вот был проступок несоразмерный с наказанием, то есть наказание не принять пионера, для него это была личная трагедия, ну приняли там через две недели в тихую, а тогда я единственное отставил, я пострадавший отставил, да примите вы его, отстаньте вы от парня, его не приняли, ну вот психику, видимо, парню сломали. Ну вот начиналось всё хорошо, но вот представьте, в армии вот за два года вот нашей советской службы в армии менялся боец от духа бесплотного через там салагу, через черпака, через всё за два года, вот он уже дорастал до деда какого-то и всё, а пионеры вот они были третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой класс, и ничего не менялось, вот если типа началу это интересно, пионеры эти там, бой барабанов, эти пионер лагеря, песни и всё, то шестому классу уже это тебе, это вот то же самое, когда тебя в пятый раз или в шестой раз гонят на те же линей, а у тебя в мыслях там голова занята там бетлами, мопедами, магнитофонами, уже противоположным полом, и тебе эта линей как-то фиолетовая. Но ведь были люди, которым мы, наверное, не задумывались об этом. То есть на две категории, которые были упертые, которые действительно во всё это верили, это были вот дубоголовые, которые, видимо, потом вот чисто за идею ломанулись, они заняли, наверное, низовые должности в комсомольских партийных органах, потому что выше они по интеллекту не прошли. И были, говорят, хитро, ну понятно, хитромудрые, которые, в принципе, всё понимали, которые, в общем-то, адаптировались к процессу, они изображали лояльность свою проявляли, показывали. А потом вот они дошли уже до чинов потом дальше, если они поняли, что это не хил, это типа пионерская комсомольская партийная линия, они доросли уже до довольно высоких их-то чинов, омах, омах там и прочее. Но ведь это ведь к чему привело? Вот это вот пионер должен быть там чистить зубы, там помогать и т.д. А когда принимали 100%, то ведь пионеров принимали. Это их отморозков, от которых у учительниц несчастных дыбом волосы вставали. А всё равно надо было принять, приходило Азив принять 100%, вот их-то и не надо было. Не моего несчастного напарня, который спёр линейку, а вот именно ту гопоту, которая с трудом пополам доучилась до 8 класса, и потом их с облегчением школа выпонула, и они где-то растворились в небытие, многие попали там и в тюрьмы, ну зачем их было держать, это был явный балласт. Но они были пионеры, они так же бодро маршировали, они вот ездили в пионерлагеря и всё. Вот пионерию загубила вот эта вот тотальность. Тотальность, то есть нужно было эксклюзивность-то сохранить, да? И хотя бы что-то менять. Избирательность. Ну да, вот ещё ритуалы пионерских. Вот, конечно, вот этот гимн пионерских, это несчастная ртошка, вот я её терпеть не мог, я её до сих пор, и вот эта хором, это вот полная дебилизация была, эту тошку, 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 сколько раз повторять её петь, там что-то ещё, ну взвейтесь к острами, это ладно, там. А взвейтесь к острами в каком году? Да, по-моему, чуть ли не с 20-х годов, там «Синяя ночь», видимо, сразу гимн пионеров, но что-то тоже пели, но были красивые, очень мелодичные песни, вот я при всей своей немузыкальности, я, конечно, попытаюсь, вот до сих пор вот на уроках пения вбили в голову, а да, пионеры пели, вот, например, я теперь вспоминаю песню пионерии, первый отряд, вижу снова рабочую пресню и знакомые лица ребят, «Скромный галстук, красный галстук и скромного сица, первый зов, первый лич будет готов, в синем небе я вижу зерницы золотых пионерских остров». Это было просто красиво, смысл уже был на втором плане. Плодисменты. Ну вот песня. И были, вот, устраивали пионер-шоу, то есть в эпоху горячо любимого Леонида Ильича Брежнева, были очень популярны, и в Кремлёвском зале, и всё, вот очень жаль, что это ушло, когда выходила там орава пионеров, сотни-две там, и они пели там, и эта песня «Пионерс», и там песню «Нам пропой весёлый ветер», потом эти несчастные «Орлаты очели» и т.д. и т.п., а потом эти пионеры выбегали в зал, и престарелые там члены политбюро выходили навстречу, им повязывали эти галсту и ветеранам, им-то это было трогательно до слёз, и вот если бы эти ритуалы вот сейчас в какой-то степени вернулись, наверное, этому бы обзавидовалась любая правящая партия, но, увы, ах, но вот хотя бы с точки зрения музыку можно было расширить не только за счёт Нагиевского и первоанальского этого голоса для детей, но и хотя бы ушедшие из нашего телевизора явления, вот эти большие детские хоры, или хоры, не помню, правильно? Большой хор, по-моему, радиотелевидения существует ещё в российском. Эфира, видимо, не в формате эфира, вот они бы звучали, может быть, и песни. Давайте сейчас, Евгений Альбертович, прервёмся на рекламу немножко, передохнём, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в ветке И сегодня «Сделано в ветке», я напомню, мы вспоминаем историю пионерской организации. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВИАТГУ, президент ВИАТского ретроклуба, рассказывает кому-то впервые, кому-то просто напоминает о былых делах пионеров. Ну что, продолжаем. Ну-ка, будьте готовы. Всегда готовы, отвечаю. Всегда готовы, продолжаем. О форме, о ритуалах, об этом поговорили. Ещё один такой обязательный атрибут пионерии — это пионерс и лагеря. Ну почему пионерс? Их до сих пор многие пионерами называют. Они есть, это, в принципе, были общешкольные лагеря, но, видимо, надо было, вот что они пионерс, и поэтому пионерс и лагеря, они были, они есть. Сейчас в другом формате, но и так далее. Вот, честно говоря, был два раза в этих лагерях. Будучи школьником? Да, будучи пионером, наверное, даже. И оба раза я, видимо, был совершенно несоциализированным ребёнком. Я удрал в родительский день, а один раз даже раньше, потому что, ну, не мог. Это сколько вы там суток продержали? Когда тебе будет утром рано, ты ещё хочешь спать, я вот ночное существо, а тебе будет ни свет, ни заря, и гонят делать зарядку в какую-то сырую, мокрую траву после дождя. Когда на тихом часе ты взял анюшку, захотел почитать, а тогда суровые были законы, что вот ты должен спать. Спать, закрыть глаза и всё, и тупо лежать. Когда ты хочешь там где-то посидеть на речке, полюбачить, а тебя тупо заставляют подметать дорожки или ходить строем, изучать какую-то, господи, прости, песню, которая тебя с души воротит, и всё. Поэтому я даже стремился уйти дежурным по лагерю, перед входом грибочек был. Сидишь, берёшь книжку, сидишь, читаешь, идёшь обедать. Тихонечко наблюдаешь за происходящим. Идёшь обедать, когда перед всеми, чтобы не занимать место, тебе повара побольше в два раза всего положат. Вот, вот и всё. Ну, не нравилось мне. Кому-то нравилось. О лагерях сейчас много, конечно. Всего сказано, показано, и фильмы, и романы, начиная, видимо, Роти, Эрпионерс и лагерях, начиная от Тополя и кончая Сальросс. Сто дней до приказа. Ой, тоже не припомню сейчас сразу. Да. Ну, редактор литературной газеты. Да-да-да. Ну, хорошо, не так важно. Об этом тоже даже фильмы сняты, но там больше, конечно, и пионервожатые, хотя и пионер это уже участвует, и прочее, прочее. Ну, наверное, это явление было, оно вот в определённой степени сохранилось, хотя пионерия пропала лагеря, но надо было куда-то детей, деть из этих естественных коммуналок и хрущёвок на одну смену на целый месяц, несмотря на непогоду. Сколько, кстати, смену-то длилось? 20. 21? Ну, вот в последнее время 21 было принято, сейчас 19 сокращено. Ну, это было трогательно. Автобусы собирались вот на площади у Спасского собора, туда детей с атомами провожали. Лучше всего, конечно, описано отправление в пионерс и лагерь двух дочек в книге о вспоминании Вертинского. Их отправили с хорошими ожеными чемоданами, это было ещё, видимо, в послевоенные годы. Далеко, возможно, на море отправили? Ну, нет, там по-моему. Это поносовье было с хорошими чемоданами, в хороших платьях, откормленных-то их, когда они вырвались из этого пионерлагеря, они были неизвестны в их обносках, там, с витередраном с надписью «Оля», там, где-то подшитым внутри, один был фанерный чемодан, там, пустой на двоих вместо двух оженых, и когда эти две, Анастасия и Марианна, да, у Вертинского дочек, они тут же из пионерлагеря, войдя в ротирую, они бросились на кухню, открылись оворот, и стали пожирать и пожирать и пожирать холодные атлеты прямо со сковороды руками, а вот там всё это не ончилось, что было. Так что вот у каждого свои воспоминания об этих пионерлагерях, но были, конечно, и танцы, были, вот впервые, там, в пионерлагерях, и опыт, ой-то, свободного общения, вот тогда, помню, очень был популярен твист, и пионер лихо в своих этих мини-форменных их-то юбках, они, конечно, галстук не ходили. Ну, юбки у пионеров были, да, не слишком длинные. Ну, вот проходило время, ты уже там дозревал до седьмого класса, и уже в шестом классе было совершенно, как бы сейчас дети сказали, беспонтово носить галстук. В школу-то носить его был обязан, если ты не пришёл, тебя могли послать урока домой, что и бывало, приходилось бегать, благо жил недалеко за галстуком. И в тридцать седьмой, да? Да, в тридцать седьмой, но когда ты выходил, то шестой класс, это уже абсолютно, ты бы в дворовый, уличный социум не вписался, то есть сразу выходя, ну, видимо, мало лет об Атане, там, ну, что-то такое было, ты его снимал и сразу в роман. Как-то так стыдливо, побыстрее. Мы даже не в двор, вот я дул в этот музей ревечес и в свой этот кружок заниматься после школы, вот галстук, арман, я не хотел этим самым пионерами. И многие в седьмом классе седьмой тоже были пионеры, это ведь представить на сформировавшихся семиклассницах пионерских галстук, нет-нет, и все старались лучше пораньше уступить к комсомолу, чтобы заменить галстук, красивый, на черной форме, пионер этот комсомольский, блестящий значок такой, рапин. Ну, вот начинался закат пионерии, потому что не менялось, вот ты одни и те же ритуалы должен был там пять-шесть лет проходить, когда за годами у тебя менталитет менялся, тебя, в принципе, учили одной пионерской клятве, которую ты принял в третьем классе, а в шестом повторять должен был. А общественно полезные дела за пределами школы? Конечно же, общественно полезные всегда были, сбор металлолома, сбор макулатуры, это отдельная тема, знаете, это отдельная, о них можно столь рассказывать, и это, да, пионерские эти, спортивные сости, Зарница, конечно, Зарница, Заречный парк, Зарница, я помню, что там строили снежную крепость, зимой что ли она была. Зимой, да, это весной, где-то уже в начале, одолип и снег уже был снеж, и играли там, и, значит, там мы сидели один год в крепости, у нас был игрушечный телефон, и вот это, меня дозорного, я должен был по телефону из ОПА сообщить о приближении неприятеля, тоже пионерского, и у меня этот провод оборвался, меня тут же, ну, там надо было сорвать погон, меня аннулировали, но я ничтоже, уже сумняшился, я с неприятелем, раз меня уж, ну да, я так же это, наступал на собственную крепость, потому что играть-то хочется, а все это, а уже вроде как все уже завершилось, как это было, там, половина погона ранен, целый погон, все. А там бумажный погон срывали, и поэтому в пионерских лагерях вот родительский день, а после родительского дня шоу, потому что привозили еду там, дома, тоска, вот, дворовое общество, велосипеды, ой, жизнь хороша, спишь, надо, ешь, а да хочешь, читаешь, что хочешь, а то тебя не принуждают там подметать тропин или там изучать песни и ходить строем, и поэтому было у многих шоу, и поэтому в конце пионерлагеря тоже была зорница, военная игра и поход, и поэтому всех вот уговорят, да, оставайтесь, оставайтесь, будет поход, то есть не я один был, вот, было дело поставлено. Ну, конечно, вот мое олене было, пожалуй, единственным, а то вот еще в это все верил. Вот я насчет хитро-мудрых-то говорил, у нас была девочка одна в классе училась, даже могу фамилию ее назвать, она сейчас в Эмерс области живет, вот, тогда мы были пионерами, и писали мы диктант, и потом, ну, или там был урок, ой, чисто писание, у меня соседка по парте, пионер, она писала очень размашисто, это когда вот даже письмо был такой предмет, и в дневнике у нее письмо не влезало в графу, она писала пись и ставила точку. И вот этот предмет под названием пись, там писали письмом, и вот слова поддетов, это еще, это, ой, задаты диктанты, и потом ходила, учил и спрашивала, а скажите, дети, какое слово у вас лучше всего получилось? И я говорил, там, мама, рама, папа, аша, ошка, и одна девочка с придыханием, Ленин. И у всех в мозгу-то это переклинило, и все, и у меня лучше всех, Ленин, и у меня, и у меня, и у меня. Поддержали, подхватили. Вот это вот запомнился, это Леха Фальш, пионерами. Вот это была Леха Фальш, а любая Фальш детстве, она улавливается. И вот она улавливалась, улавливалась, кому-то вот это все понимало, а я вот тон реагировал, и не мог адаптироваться. Ну, и постепенно мои дети уже вот им, это пионерия, дочь принимали, все им было вот настолько это, в 80-е годы, настолько это было фиолетово, настолько все это уже было смешно все эти пережит, и уже страна катилась, куда-то там непонятно. И вот сейчас, говорит, надо... Вот я слышал с начала передачи о возрождении. Люди очень хорошо и трогательно говорили, надо возродить, конечно, все. Дети там отбились, дети шпанят. Но они и раньше шпанили, пионеры урили, и такие вещи вытворяли. И они, кто ты были, пионерские. Мама не горюй, там, частушки даже. Я на всякий случай в руку взял облома Ирпича и ответил я не сука, я Орлена Ильича. Такая песня была честная. Там-то и были отморозки. То есть все это это же надо от обратно. Но в лучшем случае получится Северная Рея. Они интернеты, ничего. Загоняют, и все изображают счастье и радость. Но нельзя вернуться. Надо придумать что-то. Кто не может рецепта не знать. Подождите, но вы же знаете, что в октябре 2015 года Путин подписывал указ о создании российского движения школьников. Правда, пока мы чуть не говорим, что это такое. Ну, сейчас что подписываю? Сейчас ведь вот зачастую такой бред, вот я читаю, там, создано молодежное, там, молодежное движение, юный исследователь. Ну, ну, боже мой, ну, мама. Ну, а у нас в области еще круче, у нас создан этот юный, там, скажем, всенавец, да, то есть юный тюремщик. Юный всенавец, сотрудник федеральной службы исполнения. Это да, там, начальство, молодцы, инициатива, там, ветераны, мы детей. Ну, вот, честно говоря, вот я своего бы внука, там, я бы не хотел в юные всенавцы с дальнейшим прицелом, особенно вот после этой ахинеи под названием «Власть и тень Сталина» отдавать вот в эти органы. Ну, это ладно. Но вот где-то мне в соцсетях попалось, ладно, там, Зюганов там вручает и это Галсту, и у Мавзолея. Ну, кстати, Компартия до сих пор принимает. Компартия, да, это каждый год, это с одной стороны для Авота, это вот упертые, твердоглогые есть, которые верят в это все. Для других это Степа, там, круто пофоткаться на айфончике, и потом эти фотографии в гольфиках и все показать. Это прикольно, это все. Но вот недавно в соцсетях мне попалась фотография, которая меня сразила. Она была подписана «Теперь ты видел все». Называется «Православные пионеры». На заднем плане стоят и это попы, а спереди, значит, пионеры стоят в золоченых ризах. Их-то вот церковная служба держит и это хоругви, а на грудях у них пионерс и разные галстуи, и на головах у них разные пилот и испанки. Вот действительно я теперь видел все, вплоть до православных пионеров. Если хотите, создавайте где угодно, что угодно. Клуб, я не удивлюсь, но вернуться к тому, что было, нельзя вдавить в тюби пасту, выдавленную из тюби. Можно, но это очень сложно будет. Это слом всего тюби. Поэтому я думаю, что от пионерии у нас остались приятные воспоминания о нашей свежести, молодости. Вот сегодня я иду, и никого нету, ни одного пионера, хотя бы у Фонтана Парыча, повстречать. А ведь тогда был бесплатный проезд для пионеров на троллейбусах, на сине-желтых троллейбусах МТБ-82. Отались пионеры. Мало того, прошел слух, что будут бесплатно на самолетах пионеров опять на старом аэродроме. И мы бесплатно поехали в Ганине на аэродром. И пешком шли от площади авида 20-го процесса на этот аэродром. У таких умных пионеров оказалось там, мама, боже ты мой, полгорода. Так муравейник стягивались. Самолет взял 10 человек, там полетал, зато мы потом послали. Мы этих самолетов лазили. В общем, у каждого есть свой день пионерии, самый запомнивший свой прием. Это первый поцелуй там и прочее, прочее. Но молодость нельзя вернуть, пионерию нельзя вернуть. Поэтому будьте готовы. Вас всех с наступающим. Хороших вам воспоминаний. И сегодня приятных вам воспоминаний о своем пионерском детстве. Вот такая пламенная, пионерская, зажженная речь Евгения Питонина, историк Крайвет, руководитель Музея инженерных наук, ВетГУ, президент Ветского Ретроклуба. На этом очередная программа «Сделанная в ветке» завершается. Слушайте нас ровно через две недели в это же время. До свидания. Сделано в ветке.